коллеги здравствуйте дмитрий каждан вновь приветствует вас сегодня продолжаем наш маленький такой обзор очередной о зажимах я сегодня хочу с вами поговорить о зажимах академии сосун конкретно их хранение и как нужно их правильно хранить данные зажимы я использовал ну наверное года три-четыре хранил их в сумке и буквально последний год я их начал вот так за резиночку за свою сумочку надевать да то есть чтобы они у меня по всей сумке не валялись собственно лучше коллеги они валялись потому что данная резинка посмотрите что нам дала то есть у меня таких зажимов набралось аж 4 штуки отдал за них бешеные деньги по факту посмотрите что с ними получилось при неправильном хранении то есть данные зажимы не любят когда их за что-то цепляют вот видите я так подозреваю здесь что-то с пружины и что-то с ними становится вот не так по сути мне кажется это уже испорченный инструмент и можно их выкинуть вот поэтому всем настоятельно рекомендую не цеплять если у вас даже есть такие зажимы не цеплять их за что-либо то есть вот зажимы которые я хранил просто вот так они меня лежали в сумке с моими расческами то есть хороший вид ничего с ними не стало никаких за умов до сих пор не оставляют великолепные классные зажимы и кстати зажимы что самое интересное вот для сравнения эти зажимы я тоже год есть парковские я их хранил в таком вот состоянии зажатым могу вам сказать к моему удивлению на некоторых зажимах тоже чуть-чуть легкое смещение произошло поэтому все-таки мой вам совет и рекомендации не зажимаете зажимы за какие-либо резиночки подкладочки или еще что-то они приходят в негодность то есть мы отдаем такие деньги колоссальные к сожалению с ними вот происходит вот такая беда дело конечно хозяйское как говорится вы можете не цеплять то есть я делюсь с вами я делюсь с вами своим опытом и собственно вы видите что ними становится ну по крайней мере что у меня стало с ними если же у вас есть такие зажимы и если вы знаете как это исправить поделитесь в комментариях со мной под этим видео я буду вам очень благодарен мало ли может быть я что-то об этих зажимах не знаю и как собственно это исправить я тоже не знаю и если вы мне подскажете я вам буду очень также благодарен всем спасибо что вы смотрели мое видео спасибо за то что вы со мной и оставьте палец если вам понравилось мое видео и жду ваших комментариев вопросов под этим видео всем спасибо всем точных стрижек всем пока